Арнольд Стронгман Эдди Холл Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет Это итоговый тест для сильных Это зенит, вершина Нет большей чести, чем быть одним из 10 избранных, участвующих в этом соревновании Леди джентльмены, уроженец Стокон Трента, Англия Рост 191 сантиметр, вес 181,5 килограмм Неоднократный чемпион, обладатель титула «Самый сильный человек Британии» Приветствуем! Эдди Зверь Холл Эдди 191 сантиметр, 181,5 килограмм Люди представляют сильнейших толстыми мерзилами, пьющими пиво и тягающими железо Это далеко от истины, это не просто походы в спортзал Это подъем в 6 утра и принудительное питание Тренировка в 7 утра в спортзале И снова принудительное питание Затем ты насильно съедаешь свой первый обед, а потом и второй Ты снова тренируешься, поднимаешь вес, возвращаешься домой и снова ешь Вся твоя жизнь подчинена этому, ты как одержимый Раунд 3, 435 кг Он это сделал! Это новый британский рекорд Ты можешь опустить штангу, Эдди Эдди! Эдди Холл, британский рекорд, 435 килограмм И он все еще его держит, как ощущения? Замечательно! Это просто работа, если усердно трудишься, то становишься номер один Следующий претендент, победитель прошлогоднего соревнования Вы можете гордиться этим американцем из Кларада Рост 203 сантиметра, вес неизвестен Брайан Шоу! Конкуренция меня стимулирует Я просто должен соперничать с кем-то Должен Не знаю, как можно прожить жизнь, не соревнуясь Я чувствую, что сейчас я на вершине своей карьеры Я самый сильный человек в мире Брайан испытал это, понимаешь? Награды, конечно, важны для Брайана Но самое главное Брайан хочет доказать другим парням, что он круче них Главный соперник Брайана Шоу В борьбе за титул сильнейшего человека в мире Жидрунос Жидрунос? Это Майкл Джордан Я с полной уверенности могу заявить, что в мире не существует Настолько равных соперников, как мы Вот и он Понадобится две комнаты, чтобы разместить все его трофеи Самый важный мой титул Семикратный чемпион Арнольд Классик Четырехкратный Ворлд Стронгсмен Двукратный ФСА Ворлд Стронгсмен Четырехкратный чемпион Европы 14 побед в лапийском Стронгэдсмен Установил более 70 рекордов в различных силовых состязаниях Возможно, самый сильный человек в истории Известный также, как Зи Леди джентльмены Жидрунос Савицкас Я думаю, возраст может немного помешать Жидруносу в этом году 40 лет Недавно мы с ним встретились на прогулке Я поднял вверх большой палец и спросил, как дела Он вздохнул Так по-стариковски, понимаешь? Он просыпается и стонет Жидрунос делает именно так Перед вами Самый большой человек на планете Звездателем сериала «Игра престолов» Рост 206 сантиметров 190 килограмм Уроженец Исландии Гора Хафтер Юлиус Бьернсен Я готов на все, чтобы стать лучшим Я ем 6-8 раз в день Это сводит с ума Я должен запихивать в себя еду Хафтеру надоело, что его воспринимают только как телезвезду Если бы от поедания дерьма я бы становился сильнее Думаю, я бы это делал Поаплодируйте Всем участникам сегодняшнего соревнования Во все времена история знала сильных мужчин И не важно, насколько цивилизованными мы стали Наше восхищение силой останется неизменным Ты добавил еще 4,5 к штанге Да, как минимум Я вижу Вижу, какой ты накачанный Ты готов Большое спасибо Отлично Леди джентльмены Аплодисменты Эдди Холло Да В былые времена, лет 100 назад Они часто поднимали тяжести в пивнушках Почему? Потому что там всегда было полно зрителей Там были сотни людей, которые пили пиво Ели курицу, мясо, занимались чем-то еще Там силачи поднимали тяжести Пивная была местом, где они соревновались Эй, парни, поднимите это Людям нравилось смотреть на этих силачей Громадных парней И парням тоже нравилось внимание Потому что мы делаем все, чтобы выделиться, правильно? Поэтому, несмотря на существование тяжелой атлетики Мне хотелось развивать направление Арнольд Классик Продвигать его, потому что я вырос на этих картинках из пивных баров Чувствовать сильнейших – это очень естественно для меня Сток-он-тренд, Англия Наверное, каждый альфа-самец мечтает стать самым сильным в мире Если вам не нужен этот титул, значит, вы обманываете сами себя Каждый бы хотел обладать таким званием Это наивысший титул Есть самый быстрый человек в мире Самый толстый человек в мире Но мне кажется, самый сильный человек в мире – это Наивысший титул Мое путешествие началось в 5 лет Когда мама привела меня в местный бассейн, где я и начал тренироваться В 12 лет я стал чемпионом по пламению Я был лучшим в стране, бил рекорды Британии Так я нашел себя, это определенно мое будущее Я вырос в маленьком городке Сток-он-Тренд Неприветливое местечко Безработица, преступления, наркотики Все это было в Сток-он-Тренде Худшее место для жизни Я не горжусь этим, но меня исключили из школы И я начал очень рано работать В 16 лет у меня был полный рабочий день Я учился, чтобы стать механиком грузовиков Я занимался этим до 27 лет Знаете, Дуберг 10-11 лет Я работал по 55-60 часов в неделю И еще тренировался по 20 часов Это было время, когда я крутился, как белка в колесе Когда мы встретились, он не участвовал в престижных турнирах Не был победителем, не был таким большим Но он не сдавался и думал о Стронгмен постоянно Он к этому стремился Стрэнс Асайлум Думаю, то, что я рос в Сток-он-Тренте Дало мне энергию, чтобы выделиться Я не хотел быть обычным парнем из Стока Который работает с 9 до 17 и умирает в 60-70 лет Когда я начал участвовать в Стронгмен 10 лет назад Я не знал, чего я достигну в будущем Я понял это, когда установил мировой рекорд становой тяги Это было поворотным моментом для меня Это был день, когда я бросил работу И стал профессиональным Стронгменом Тогда я поверил Моя мечта сбылась Я занимался любым им делом Много денег не бывает Я знаю, Жека знает Банкнот не хватает Парни на слотах копают Азин на три топора с утра Поднял бабла А я вчера А я позавчера Переворачиваю пробки с детства Где микс Чупа Кэпс Всем интересно Где на жизнь взять средства? Азин навел на мобиле Фрукты встали в линию Вывожу на киви А я на визу вывел Бабло в носках В трусах В туфлях Соберу свое в биткоинах А я в рублях Алло, братан А где поднять бабла? Азин на три топора Спасибо, мне пора Правда, моя мечта сбылась А я расстраиваюсь, когда я даю сдачи Папа, нет Папа, нет Не важно Мое Кого-то он может пугать Но я счастлива, что я его знаю Мы любим друг друга Поэтому я знаю, как обращаться с Эдди Если мне нужно настоять на своем Я просто забираю его еду Наверное, мне нужна пицца для начала Возможно, стейк с жареной картошкой Или стейк с пюре Как основное блюдо И десерт Этого мне хватит на пару часов До второго обеда Мы тратим около тысячи долларов на еду в неделю Это нереально, понимаешь? Ты как корова, которая жует целый день От рассвета до заката В моих руках всегда что-то есть Если ты не ешь, то Стронгмен не для тебя Не можешь есть, даже не пробуй Мы в семье шутим Что мой возраст всегда будет совпадать с весом В Англии вес измеряется в стоунах Один стоун — это чуть больше шести килограмм Когда мне было пять, я весил пять стоунов В десять — десять стоунов В двадцать — двадцать стоунов Сейчас мне двадцать восемь лет Я вешу двадцать восемь стоунов Что соответствует ста семидесять восьми килограммам живого веса Ты видишь? Я всегда был большим парнем С детства я был большим Все изменилось Абсолютно все От похода на прогулку И утреннего подъема До надевания носков Даже секс Эдди Я такой большой, что она не может охватить меня ногами Эдди Знаешь, это... Но мы приспособились, правда? Нам весело Знаешь, жизнь определенно изменилась И это к лучшему Ты можешь быть лучшим бодибилдером в мире по мнению кого-то Кто-нибудь скажет, что ты классно выглядишь Ты номер один Это хрень Если ты стронгмен, докажи это Ты должен сделать больше подходов и доказать, что ты сильнейший Тогда никто не сможет сказать, что он сильнее тебя Я сильнее, потому что сделал семь подходов, а ты шесть Суть этого спорта Постоянно доказывать Именно так, это правда, без вранья Никто не скажет, что ты самый сильный в мире Мне плевать на твое мнение Для нас быть номером один Быть сильнейшим в мире С одни сумасшествия Это значит готовить для него Стирать его одежду Я знаю, многие жены делают то же самое Но для сравнения, его одежда размером с простыню А его обедом можно накормить 20 человек А он даже сам не может надеть носки Это мелочи, которые ты не можешь Секундочку, я могу Может он, это выглядит так, будто жук перевернулся на спину Хочешь сосисок, малышка? Я, наверное, возьму четыре Останется... Две Две Такой вес, это его капитал Нужен большой вес, чтобы поднимать большой вес Но сколько мышц могут выдержать кости Когда-нибудь, если ты наберешь больше веса Он превратится в жир, правильно? То есть, чтобы быть в хорошей форме Для силовых упражнений Обязательно нужно набирать вес Быть самым сильным в мире означает, что вместо кубиков пресса У тебя будет бочонок Хочешь парочку сосисочек? Я могу забрать свои сосиски? Да Надеюсь, ты достаточно благоразумен Ты знаешь, что однажды, когда сделаешь все, что хотел, ты остановишься Я не волнуюсь Я бы переживала, если бы он хотел заниматься этим до 60 лет А его размеры бы росли из-за поедания вредной еды Но это не наш случай Эдди набрал свой вес очень быстро Это меня обеспокоило Думаю, чем быстрее ты поправляешься Тем сложнее твоему телу приспособиться к лишнему весу Это же мы делали и раньше Футболку снимать? Да, футболку нужно снять, потому что после отдыха тебе сделают АКГ Хорошо Он не всегда хотел быть таким большим Он не хотел набирать такой вес Он знает, что это опасно, и он рискует Он знает, что проживет не больше 10 лет Если продолжит поднимать тяжесть и останется в этом весе Думаю, он прав Для меня важно, что он знает это и говорит об этом Но как еще мы можем помочь этим людям? В вопросах сохранения здоровья Я общался со своим другом Биллом Кремером, профессором из Огайо Который собрал здесь группу Мы все обсудили Он сказал, что можно провести серию тестов И определить, как функционируют их организмы Мы предлагаем это Чтобы ты знал о своем теле больше, чем раньше Ты можешь есть все, правда? Очевидно, что выбрав эту стезю Я должен весить больше 180 килограмм Все парни, такие как Тор, Брайан, Жидрунос Имеют рост больше двух метров И вес около 180 килограмм Чтобы победить этих парней, я должен быть одним из них А это значит, что мое тело должно еще поднабрячься Ты знаешь, я вешу около 180 килограмм Я не смогу прожить с таким весом следующие 10 лет Все элементарно, я просто умру Он знает, что не будет заниматься этим всегда У него есть план Я перестану быть чемпионом Но я буду счастлив, зная, что был им когда-то И, конечно, я не уйду из спорта Я останусь в этой сфере Естественно, я буду тренироваться Все еще хочу быть в хорошей форме Если честно, я просто сменю вид спорта Например, это может быть борьба, бодибилдинг Нет, нет Нет и нет? Нет Меня расстраивают такие разговоры Из-за того, что я дольше буду рядом? Из-за тебя Почему? Потому что не будешь Я буду И ты сам это сказал Я сказал, я... Давай поговорим о чем-нибудь другом Да, но я смогу проведить больше времени дома Нет Да? Нет, я тебя знаю Ты не будешь Я буду Да никогда И ты не станешь боксером Ни в коем случае Ты не будешь ни боксером, ни бодибилдером Ни за что Тогда смешанное единоборство Нет, ты будешь нормальным Займусь смешанными единоборствами Нет, нет Как насчет игры в бложки? А вот это можно Я стану чемпионом по игре в бложки Да Да Занимайся чем-нибудь обычным Хорошо Эдди всегда нужно быть лучшим во всем Ему повезло иметь такой характер Я вырос в семье, где у меня было два старших брата Это нормальное человеческое желание быть лучше, чем братья Я был одержим этим Я думаю, это похоже на вакуум Это... Это пустота глубоко во мне, которую я пытаюсь заполнить Очевидно, что я превзошел своих братьев в силе А сейчас я думаю Брайан Шоу и Тор заняли место братьев И я хочу победить их Я просто пытаюсь заполнить эту пустоту Я не успокоюсь, пока не достигну этого Это моя идея фикс Я готов на все, чтобы получить титул Самый сильный человек планеты Чтобы подтвердить свой статус, я сделаю все Сейчас Когда на планете около 7 миллиардов человек Значительная часть которых занимается спортом Нужно еще больше природных данных и способностей к обучению, чем раньше Производится колоссальный отсев, чтобы найти наиболее талантливых Из которых отбирает самых преданных делу Чтобы выделить их из среды просто талантливых людей Мы глубоко копаем, чтобы найти эту потрясающую комбинацию Природных данных и обучаемости И каждый из этих ребят Выиграл в лотерее талантов и обучения Рейк Явик, Исландия Меня зовут Хаф Тор Типичное исландское имя Хаф означает океан Тор значит бог Значит я бог океана Люди не подозревают об этом Но я бог океана Если задуматься об Исландии Представить Что передается из поколения в поколение Она ассоциируется с викингами, правда? Этими сильными, бравыми Думают и слово Берсерк Пришло из Скандинавии Оно обозначает воевать без рубашки Я не планировал участвовать в Стронгмен И становиться тем, кто я есть Это просто судьба В 2009-м я начал выступать В Стронгмен И в первом же состязании Побил рекорд Исландии В тот день, когда я установил новый рекорд Я окончательно понял, что я действительно сильный Я могу продолжать заниматься Даже если мне плохо или некомфортно Я это могу Все парни, чья цель стать сильнейшими атлетами Исландии Ощущают себя частью системы Которая больше, чем каждая в отдельности Если спросите их, что и зачем они делают Почему занимаются этим То ваш вопрос останется без ответа Я просто это делаю Почти Хорошая работа То, на чем основана традиция величия этой страны Передается через повествование этой культуры Без поднятия тяжести жизнь бессмысленна Йон Пол Сигмарсон соревновался с Хантли Кастл Соревнования назывались «Самый сильный из живучих» Йон Пол их выиграл И прокричал эти слова Без поднятия тяжести жизнь бессмысленна 456 килограммов Без поднятия тяжести жизнь бессмысленна Просто шоумен Он бесподобен Видел тату Хафтера и нашего друга Андре Они первыми их сделали Потом и мы решили сделать что-то вроде дружеского тату Каждый раз, поднимая вес, я вижу тату Я вспоминаю его Это заряжает меня энергией Стронгмены бывают всех форм и размеров Поэтому сегодня можно увидеть стронгмена Такого как гора И он не будет выглядеть как массивный парень с лишним весом Скорее как бодибилдер в межсезонье Только вдвое больше Нормальный размер грудной клетки 100-112 сантиметров Здесь около 150-160 Он выглядит огромным Его руки такие Шея примерно такая Трапециевидные мышцы такие Его дельтовидные мышцы выпирают У него тонкая талия И ты задаешь вопрос Откуда взялся этот парень? Это новый тип внешности Не обязательно иметь лишний вес У некоторых он есть Так как они пришли из тяжелой атлетики Пауэрлифтинга Где носили тяжелоатлетический пояс Который защищал их талию и остальное Но это не обязательно Приятно видеть этих монстров Около 56 сантиметров Обычная шея 38-40 Это самая большая шея, которую я видел в жизни Он думает, что красивый Мы пошли за покупками А он спрашивает Марк, как я выгляжу в этом? А я ему Ты выглядишь как двухметровый 200-килограммовый Толстый чувак Я не толстый, у меня пресс Я ему Бро, полегче с прессом Избавляйся от пресса Вот и он Да Удобно, знаешь Захотелось танцевать Мне это нравится Можно? Сейчас люди знают об Исландии немного больше Несколько лет назад Исландия ассоциировалась С холодным местом, где повсюду лёд А Гренландия представлялась зелёной и прекрасной Всё наоборот Исландия более зелёная Летом, конечно же Но у нас есть и зима Зима в Исландии Достаточно суровая, понимаешь? Ветрино, много снега Холодно Очень темно Мне нравится Но это не всем подходит В Игре Престолов есть слова Зима близко Я знаю Это тяжело для тебя Но зима близко Мы знаем, что она несёт Нам, исландцам, знакомо это чувство Когда зима близко Но То, что тебя не убивает Делает сильнее Сначала мне позвонила команда Из Игры Престолов Находившаяся в Исландии Они хотели удостовериться Действительно ли я так силён Как говорят люди Они спросили Можешь поднять этого парня? Да Знаешь, это был обычный парень Да Я могу его поднять Хорошо Пожалуйста Сделай это Я взял и поднял его Очень легко Они были Удивлены Знаешь Это хорошо Для телевидения Потом я размозжил ему голову Помню день, когда начали снимать сцену битвы Я задавал себе вопрос Почему я не волнуюсь? Ведь вокруг столько людей, камер И я впервые в жизни делаю что-то грандиозное Когда я подошёл к парню, державшему меч И увидел, насколько он взволнован Хотя единственное Что он должен сделать, это Подать мне меч Я вдруг осознал Боже, мне следует больше переживать Он дрожал А я думал Чёрт, почему я не нервничаю? Фанаты со всего мира пишут мне письма И просят мой автограф Когда я приезжаю Мы встречаемся с отцом Разбираем письма Читаем их вместе Затем он отсылает их Потому что я очень занят Дорогой мистер Бёрнсон Мне 22 года, я живу в Польше Я студент университета Увлекаюсь фильмами и спортом Я большой поклонник Игры престолов И восхищён вашим персонажем из сериала Не могли бы вы подписать мои фотографии И выслать их обратно? С нетерпением жду ответа Потом он добавил Простите за мой плохой английский Я только учусь Я тоже учусь Всё нормально Отлично Я подпишу их и отошлю обратно Тренируйся, чтобы победить Гору Я всегда просыпаюсь рано утром И чувствую себя очень бодро Потом я ем Ем И да Ем ещё немножко Хочу показать вам мой новый продукт Это моя водка Смотрите Это я Всем нравится Исландик Маунтин Водка Что ты сказал? Мне нравится водка Всем Маунтин Водка Настоящая Исландская водка Хафтор Многое хочет доказать Он хочет выиграть Потому что это поможет ему Утвердиться в том Кем он действительно хочет быть Самым сильным человеком мира Он не успокоится И именно это делает его стронгменом Мы увлечены больше, чем спортсмены в других видах спорта Этот вид спорта Не делает мою жизнь лёгкой Это точно Ты запросто можешь получить травму У меня есть дочь, семья У меня напряжённый график Мне это нравится Знаешь, если я потерплю неудачу Снова и снова То, наверное, буду пытаться Последующие 20 лет Пока не достигну своей цели Я не остановлюсь Когда-нибудь меня назовут Самым сильным человеком в мире И я обещаю Я вырос в маленьком городке Форт Лаптон В Колорадо С населением 4-5 тысяч человек Городок очень вырос Со времён моего детства Но студентов здесь мало Тебе всё знакомо Ты знаешь почти всех в школе Привет, парень Как дела? Всё хорошо? Ты же Брайан Шоу, да? Да Я первый раз тебя вижу, парень Чёрт Всё хорошо? Да Отлично Не знал, какой ты огромный? Да, определённо Ты ходишь в эту школу? Да Это прекрасный момент Да Вау Да, спасибо Два друзей И возможно Всех в средней школе Тогда я стал понимать Что я гораздо больше Своих одноклассников Иногда я просто забываю О его размерах и силе Я выращивала цветы в горшках И мы с ним обсуждали Как Будем убирать их По окончанию сезона Мне нужно будет выбросить всю землю И купить новую А он мне милая Я сильнее всех в мире Я просто могу их поднять Если сравнить такого атлета, как Брайан С кем-то типа Леброна Прежде всего, вы удивитесь тому Что Леброн выглядит обычным человеком Я стоял рядом с Леброном Он крупный И представить парлю такого же роста Но весом в полтора раза больше Это просто удивительно Здорово видеть всех этих монстров Всех ребят, выходящих на сцену Знаете, парни весом до 140 килограмм Считают легковесом, правда? Глядя снизу вверх на такого парня Я себе говорю Боже, на его фоне я выгляжу как вошь Восхищает как его силы Так и то, насколько они огромны Сейчас я вешу около 193 килограмм Довольно долго со своим весом Я шел по неверному пути Потому что взвешивался очень часто В своем мозгу я начал отождествлять Возрастающий вес С возрастающей силой А это не так на самом деле Это как анорексия наоборот Понимаете меня? Это как-то странновато Люди называют это бигарексией Прием пищи Самая сложная часть для меня Потому что это неизменно Честно говоря, это постоянное Жевание и глотание Когда я еду на соревнования Мне нужно брать еду с собой Я везу ее с собой Или отправляю прямо в отель Учитывая специфический характер твоего спорта Все сводится к двум вещам На которых надо сфокусироваться Номер один — это топливо Номер два — это сила Без нужного топлива нет нужной энергии И неважно, насколько мы сильны В ходе тренировок Этого не будет в нужный момент В день соревнования Привет, Брайан Толстый кусок дерьма По телефону Эдди Холл Невежливо так говорить по телефону, да? Думаю, это уместно с тех пор, как мы друзья Да Сейчас мы стали близкими друзьями Да Тогда Думаю, все хорошо Как твои дела, толстый кусок дерьма? Любовь Все, что тебе нужно, любовь и пес У меня все хорошо, бро Как твой малыш? Малыш растет Да Да Он большой Как двухлетка Узнаем, когда родиться Да Сказано, от нуля до трех месяцев Когда-нибудь он их наденет Обувь для трехмесячных Я буду очень им гордиться Если куплю их А если не подойдут? Если не подойдут, я буду горд Мы оба очень долго хотели ребенка И мы очень счастливы Но Как и в каждой семье, ребенок многое меняет Как и другие семьи, мы будем не досыпать Думаю, наш распорядок нарушится Его тренировки, его питание, его лечение Вся его карьера Многие люди ходят в спортзал После работы, для удовольствия Но работу они не пропускают А мы с Брайаном не можем пропустить спортзал Потому что это его работа Он не может пропустить прием пищи Потому что это его работа Для меня образцом для подражания И идеалом в мире стронгменов является Брайан Шоу Никогда не видел более профессионального атлета Человека настолько целеустремленного И вовлеченного во все Что он делает Брайану не нужны выходные Он не будет отланировать от тренировок или восстановительных мероприятий Это достойно похвалы Немногие парни на это способны Я не хочу проигрывать ни в чем Ни в чем Например, в настольные игры Просто назови что-нибудь, и я захочу выиграть Я не могу с этим справиться Таким уж я уродился Когда ты стремишься стать самым сильным на планете И тебе повезло быть одним из этих парней Я знаю, сколько труда в это вкладывается У тебя практически нет своей жизни Возможность быть одним из этих парней Должна вдохновлять тебя Мне кажется, что в каждом участнике Арнольд Классик Горит этот огонь Позволяющий стать номером один Вильнюс, Литва Литва была оккупирована Советским Союзом Мне было 15 лет Оккупация означала необходимость Учить язык оккупантов в школе Это означало, что ты не мог ездить за границу Ты должен был оставаться на территории страны Все было серым Здания были серыми Все было серым Никаких цветов, ничего Это была печальная жизнь Словно в большой тюрьме Спортзалы, бодибилдинг, спорт сильных Все было под запретом Я всегда мечтал жить в свободной стране Мы росли в одинаковых условиях Я рос в бедности, потому что родился после Второй мировой войны Мы пережили голод и нищету Нас победили войска союзников Россия победила Австрию И так далее Это было ужасное время для детства Но, когда я приходил в спортзал на тренировку Я всегда говорил Сейчас не важно, сколько у тебя денег И какое у тебя происхождение Ты королевских кровей? Или выходец из богатой семьи? Это не важно Штанга в 70 килограмм Одинаково весит И для богатого ребенка И для меня С приходом независимости Для нас открылись силовые виды спорта Это было частью свободы Я начал заниматься силовым спортом Когда мы стали независимыми Сейчас мы живем в прекрасной стране Где люди счастливы С замечательной природой Разноцветными зданиями Юргита, жена Жедруноса Думаю, он очень умен Он владеет сетью из четырех или пяти спортклубов И недвижимостью Чтобы стать самым сильным в мире Достаточно поднимать тяжести По два-три часа в день А у нас в распоряжении 24 часа Значит, я должен заниматься чем-то еще Я занимаюсь политикой Посетил 80 стран И имею массу идей о том Что можно улучшить в Латвии Я был избран в местный совет Вильнюса На четыре года Я планирую принять участие В парламентских выборах У меня были разнозначные возможности И я выбрал спортивное направление Которое позволило бы мне Позже заняться образованием Что я и сделал Я вышел и победил их всех Я тренировался по 5-6 часов в день В 19 я стал вторым мистером вселенной В 20 самым юным мистером вселенной В 21 второй раз стал мистером вселенной Затем одержал еще много побед А потом я уехал в Америку с этим успехом Здесь я стал знаменитым Здесь я мог выбрать все, что угодно Но это был спорт Давший мне возможности Открывший передо мной двери И это действительно стоит праздновать Арнольд Шварценеггер вдохновлял меня Я начал тренироваться по программам Арнольда Шварценеггера 2003 год Самая важная победа в моей карьере стронгмена Первый титул чемпиона в Арнольд Классик Это был 2003 год Я мечтал попасть на соревнования Арнольд Классик И встретиться с Арнольдом Шварценеггером Замечательно видеть всех этих монстров Поздравляю Это было невероятно Фантастически Побит рекорд Отлично Это было хорошо Я сказал, что сегодня я должен выиграть Я выиграл соревнования Это было очень важно для меня Я поверил в то, что я сильный А могу стать сильнейшим Пауэрлифтинг, поднятие тяжести Бодибилдинг и так далее Заставляет тебя ощущать Равенство Мы в парке Вингис Это очень знакомое место для литовских стронгменов Это было одно из первых больших соревнований в Литве Литвийский стронгестмен Я видел соревнования по телевизору И решил, что тоже стану стронгменом Я сейчас тренируюсь здесь Чтобы участвовать в Арнольд Классик В этом году Это место с очень позитивной энергетикой Я здесь чувствую литовскую энергию Я тренируюсь один, потому что так сложнее Когда мы выходим на сцену На нас смотрят тысячи людей Они дают колоссальный заряд энергии И вес становится легче И можешь поднять больше Я тренируюсь там, где сложнее Холоднее На тренировке должно быть тяжелее, чем на соревнованиях Огромное преимущество Заниматься этим постоянно В течение длительного периода Потому что в конце концов Твоя физиология перестраивается Но это требуется время Нельзя тренироваться непрерывно Я ощущаю себя очень молодым Когда я занялся силовым спортом Мне было 16 Я был ребенком Те же чувства я испытываю сейчас в 40 лет Внешне он может выглядеть тем же парнем Но внутри у него абсолютно другой аппарат Нежели тот, что был до тренировок Даже 5 лет назад Единственная возможность стать сильнее Наработать больше мышц Как говорят представители старой силовой школы Не бывает легких путей 18-летним далеко до тебя Они не смогут Я люблю тренировки Я люблю соревнования Я хочу побеждать Ничего не меняется Просто я становлюсь сильнее И приобретаю новый опыт Вот о чем я хочу сказать Ты находишь то, что мотивирует тебя Поднимает, помогает ощущать особенным Это ты получаешь от понятия тяжестей Пауэрлифтинга и любого другого спорта Вот для чего нужен пауэрлифтинг Эти парни выходят из бедных стран Они выросли в нищете Но когда они начинают заниматься Все меняется Я сильнейший, потому что Я работаю больше всех Мои тренировки тяжелее Я рожден, чтобы быть сильным Ты можешь поднимать тяжести в разных местах И люди оценят это Но если ты выиграл Арнольд Это значит, что ты работал больше других Ни один из стронгменов никогда не скажет тебе Ничего, что я не выиграл, это соревнования Попробую другие Нет, только Арнольд Суперкубок, финал NBA Олимпиады по понятию тяжестей Как дела? Четыре претендента категории свыше 180 килограмм Соревнования Арнольд Стронгмен Классик 2015 год Так, ребята Теперь о том, что здесь будет происходить в выходные Все состязания собраны вместе Десять очков за победу в каждом из них Десять участников на состязания и так далее Становая тяга, этап первый из пяти Для интереса, где мы сейчас? Один, два, три, четыре, пять, шесть Семь блинов По семь на сторону Всего четырнадцать Около трехсот семнадцати килограмм Для начала триста семнадцать килограмм Все наши претенденты справятся с этим весом Это зависит от стратегии У них всего три подхода Триста семнадцать килограмм Направляйте камеры Мы начинаем Суть соревнования называется первичный вес Затем называешь свой второй вес Затем третий вес Вес должен повышаться Это как ставка на негласном аунционе Триста сорок килограмм У становой тяги много общего с шахматами Нужно сделать правильный ход в нужный момент И в конце концов Ты должен быть достаточно сильным, чтобы ответить Боюсь нет Поаплодируйте, ребята Каз Делай ставку, брат Кто победит? Эдди Холл взял самый тяжелый вес За последний год и шесть месяцев Четыреста сорок два килограмма Вверх, вверх, вверх Бум Триста восемьдесят четыре Давай, Джим, это тяжело Так-так, вес не взят Замечательно наблюдать за тем, как парни берут вес 363 килограмма, а потом увеличивают до 408 Мы имеем дело с монстрами Спасибо, понеслась Жидрунос Твоя очередь, малыш Аплодисменты Жидрусу и Савицкасу 40 лет Семиградный чемпион Арнольд 404 килограмма Идет вверх Нужно отметить, что вес предварительный Жидрунос пока не работает на полную мощь В прошлом году были проблемы со спиной Имея дело с таким весом, нужно знать Что малейшая ошибка не просто затруднит подъем веса 415 Связки сухожилия может просто вырвать из кости Давай, Жидрунос Как я уже говорил, вес был пробный, для разогрева Если вы фанаты большого ЗИ, не паникуйте Все ближе к легендарным 454 килограмм Описывая становую тягу тому, кто никогда не поднимал тяжести Следует сказать, что это чисто свидетельство твоей воли, а не только силы О да? Давай Вперед Давай Хафтер Юлиус Бьернсон Бум-бум Шутишь? Гора дает тебе гору силы Как принять ситуацию, когда все решается в один момент? Все, ради чего они работали Вы увидите успех или провал Черное или белое, сейчас Где же зверь? Мы все ждем, когда Эдди Холл присоединится к соревнованию Очень интересно наблюдать, что делает Эдди Мне любопытно, какой вес он выберет Эдди Холл начальный вес 454 килограмма Вы шутите? Всего три человека в истории взяли вес больше, чем 454 килограмма Огромный диск для Эдди Тенденция такова Ты просто называешь большую цифру, чем остальные Если ты немного переборщил Назвал слишком много и не взял вес Ты проиграл По этой причине только три парня взяли вес в 454 Это тяжело Действующий чемпион Арнольд Выиграл Арнольд в Австралии Выиграл Арнольд в Бразилии Выиграл Арнольд в Коламбусе Выиграл самый сильный человек в мире Все это в прошлом году Покажет ли Брайан Шоу нам шоу Вступив в эксклюзивный клуб 463 килограмма И став четвертым человеком в истории Поднявший вес свыше 454 Давай Как вам это? Брайан Шоу Соответствует его уровню Думая о Брайане Шоу Ты ставишь его на первое место в мире Я голодный волк у подножия холма Взбирающийся вверх с целью занять его место 465 килограмм Чтобы забрать все Мистер Эдди Холл Один из величайших олимпийцев в истории Британии Был Марк Фостер Когда Эдди Холлу было 14 лет Он полюбил британский рекорд Марка Фостера По плаванию После чего ушел из-за этого вида спорта Несколько лет спустя он открыл для себя поднятие тяжестей И вот он здесь, ребята Для нашего удовольствия Для своего удовольствия Хотите увидеть величайший подъем веса в истории? Я хочу, чтобы вы все задумались, что Эдди Холл собирается сделать Сконцентрируйте вашу энергию Слышу, кто-то говорит У тебя не получится, Эдди Ты сделаешь? Давай, Эдди Внутри тебя энергия зверя Освободи ее Это 465 килограмм Для победы Да Давай, Эдди Давай, Эдди Тяни Вот и все Эффект Шварценеггера Ты снова сделал это Каждый раз, когда я тебя вижу, ты бьешь мировой рекорд Как ты это делаешь? Я не делюсь рекордами Он мой Как я это делаю? Я хочу этого Фантастика Поаплодируйте ему Мировой рекордсмен в становой тяге Браво Фантастика Леди и джентльмены Эдди Зверь Холл Феноменальное зрелище Надеюсь, вы все осознали, что были свидетелями исторического события на арене Арнольд В этом году На национальном чемпионате Брайан Шоу дал мне свой сэндвич с аргейсовым маслом и медом Это чертова любовь, коллеги Это любовь Я с ним не поделюсь Пришло время подъема деревянного лога Лидера Эдди Холл 10 Брайан Шоу 9 Джерри Бритчет 8 Хафтар Бьернсен 7 Жидрунос Савицкас 5 Привет, дядка Ты в порядке? Да Я сделал жим и выиграл Взял 464 килограмма, я думаю И выиграл Да Да Спасибо, дядка Ты в порядке? Что делаешь? О, в постели? Хорошо Послушай, ложись опять спать, я люблю тебя Хотел, чтобы ты знала самую важную новость Ты ведь любишь узнавать все первой? Хорошо, дядка, поговорим завтра Я люблю тебя Люблю тебя, пока Сейчас, Билл, у нас подъем лога Это большая штука Скажи нам о ней 205 килограмм Надо поднять с колен на грудь Потом на плечи и выжать В прошлом году многие участники, выходившие на помост Были удивлены, что не подняли снаряд Он был поднят несколько раз В истории чемпионата Арнольд Стронгмен Итак, без малейшего промедления Верю, что мы готовы Парни Готовы! 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 Он знает, что может поднять Понеслась Очень близко Да, Брайан Вы видите, как Брайан убеждает себя Пытается настроиться, разжечь себя Чтобы выйти и взять вес Это просто тяжело Я не говорю, что он внутренне не готов Гораздо легче, когда знаешь, что это значит для тебя Это моя жизнь Вы готовы к Хафтору Бьернсену? Гора в Игре Престолов Он действительно такой Двукратный, сильнейший человек Европы Был вторым на мировом чемпионате Был исландским баскетболистом, пока не травмировал колено Он занялся безопасным силовым спортом Начинаем Вперед, Хафтор Скажу тебе что-то, Билл Рекорд ислани 200 килограмм И принадлежит ему Только 4,5 килограмм 200 килограмм — это исландский рекорд, Билл С его ростом около 210 сантиметров И этот лог буквально в небе, в стратосфере Для человека с таким ростом он в крайне невыгодном положении Для подъема такого веса над головой Но гора внутрь не готов сделать это Давай 13 секунд Нет, он закончил Дамы и господа Пожалуйста, приготовьтесь К возможно самому сильному человеку в истории Литовская сенсация Жидрунас Савицкас Большой Зи Большой Зи, однако, имел вчера маленькую проблему Он мог бы быть самым лучшим, но, кажется, возраст сыграл с ним злую шутку Или травмы Потому что вчера у него были проблемы в становой тяге Время вышло Понеслась Первый пошел, бил Скажу тебе, это может быть победитель В прошлом году никто не поднял лог Учитывая, что Эдди Холл в форме, он сделал парочку раз Да Это третий народ Еще один, и будет повтор рекорда Жидрунас один из тех парней, насчет которых ты уверен Что если они подходят к логу То он обязательно будет поднят Да Жидрунас Савицкас Что за повелитель силы? Типичный стиль Жидрунаса Проявить радость Тяжелым вздохом Дамы и господа Поаплодируем Человеку из Тодкон Трента в Англии Он просто зверь Он установил британский рекорд по логу Мировой рекорд в становой тяге Эдди Зверь Холл КОНЕЦ КОНЕЦ Такой тяжелый труд Небольшие проблемы с равновесием Вот так, друзья Надеемся, он в порядке Да То, что случилось Вызвало легкий обморок Все перевернулось вверх ногами Небольшое кислородное голодание Похлопаем на рот У Эдди выключился свет На некоторое время Что-то давнешнее с локтем Это старая травма Это чертова хрень Я снова порвал их Это точно Я услышал этот звук Я знаю, вы называли его своим сыном несколько раз Однако Эдди Холл снимается с турнира Если у вас были дерьмовые случаи То мой именно такой Черт Черт Лидеры Брайан Шоу 6 Жидрунас 10 Хафтор Бьерсон 5 Эдди Холл 1 На первом месте Жидрунас Победитель этапа с логом Он достаточно спокоен Вы семикратный чемпион Арнольда Четырехкратный самый сильный человек Вчера становая тяга была легким провалом Вы чувствуете, что еще можете победить Выиграть весь турнир Даже потеряв так много очков в становой тяге Я всегда говорил, что Жидрунас самый сильный парень В истории человечества Потому что вещи, которые я находил тяжелыми Он делал с легкостью И я не придуриваюсь Ты по-прежнему в деле Три этапа, я думаю У тебя есть шанс Не упусти его Гантель, йог, рама Это рама и йог Не йог, я думаю Это? Да Они услышали, снимая нас Они вездесущие, как клещи Эдди Холл Настоящая задница Ты сколько весишь? Около 180 А ты? Да Тоже 180 Фух Это многовато, мужик Да, я тоже это чувствую Примерно столько я и вешу Сколько ты набрал? Пара килограмма села с жирной складкой в районе шеи Похоже на булку с кунжутом, застрявшую на затылке Чувствуешь себя хорошо? Да Трицепсы меня подвели, друг Все, что концеты штанги и прочего, где нужен баланс, вроде лога или гантели, стало невозможным, черповский болит Как твои тренировки, занимаешься со штангой? Вес уже увеличил? Да Делаешь много подходов или один? Да, просто я не знаю, сколько подходов сделаю У тебя вокруг шеи намотан обычный толстый американец Да, 136 килограмм 136 килограмм в одной руке Главное баланс Эй, кто следующий? Нет, для меня это слишком Не мучайте меня Я лучше отправлю фото в снэпчат Пусть кто-то другой поднимает Я видел видеозаписи его тренировок Я знаю, он может взять этот вес Это ближайший победитель Арнольда По поводу победителя мнения разделились Преимущество за Жидруносом У него 10 очков Так не будет Давай, Хафтер Ты был блинзок Лишь несколько мужиков способны на это И не один мальчик Давай Да, давай Большой Зи готов к успеху Чемпион по фауэрлифтингу Четырехкратный самый сильный человек в мире Семикратный чемпион Арнольда Жидрунос Савицкас По человеку заметно, готов он или нет Думаю, Брайан Шоу в форме На этом соревновании я не вижу соперников для него Знаешь что, если бы я делал ставки Я бы всегда выбирал Жидруноса Думаю, он самый сильный во все времена Брайан Шоу из Савицкас соперничают на Арнольде Самым сильным человеком в мире Последние 6-7 лет Это эпическая битва Столкновение между нами Мы идем ноздря в ноздрю Разница в половину очка В очко Сделает ли он небольшую ошибку Или я ошибусь Жидрунос Савицков Величайший силовой атлет из Литвы Начинает Итак, Большой Зи Он не совсем выпрямил руку Магнус заметил это Знаешь что, менее опытный рефери засчитал бы попытку Я пробовал анализировать его действия При любом удобном случае Иногда думал, что он выглядит не блестяще Но так или иначе, в конце концов Он делал что-то сумасшедшее Если Жидрунос возьмет один подход То получит огромное преимущество в очках Он это сделал, Билл Жидрунос Савицкас Отличная работа, здоровяк Брайан, мой главный соперник здесь В этом году Мы идем вровень Я должен знать, что он делает Но самое главное, что я делаю Если я буду лучше себя самого Я буду победителем Большой Шоу Итак, перед вами самый интеллектуальный парень Среди силачей Брайан Шоу Он очень разумный человек Он обдумывает каждый подъем Весь мир у твоих ног, крошка Это было непревзойденно Давай, Брайан Давай, Брайан, вперед, давай Один подход, без проблем Ты знаешь, что нужно, чтобы опередить его Второй подход, Брайан, давай Прекрасно, номер два Колин, никогда в жизни я не видел столь потрясающей мощи Как та, которую Брайан продемонстрировал дважды подряд Со 163-килограммовой гири Давай, Брайан, возьми Сейчас Этот раз сделает его лидером Для США Сейчас Брайан Шоу Отлично, детка Брайан Шоу победил в этапе с гантелью Брайан Шоу Брайан Шоу возглавил турнирную таблицу с 25 очками Жидруна Савицкас отстает на два очка Как повлияют на расклад два последних этапа? Что они значат для тебя? Многое поставлено на карту Большое напряжение Все может случиться Если я выступлю так же, как на тренировках, это будет хорошее шоу Повторюсь, ты выдающийся А теперь послушаем чемпиона по понятию гантели Брайана Шоу Спасибо, ребята, за поддержку Вы невероятные Если он победит, он будет вне себя от счастья Но, честно говоря, он уверен в победе И это то, чего я от него жду Если он проиграет То будет на себя зол Потому что знает, что у него был шанс И он его упустил Скажет, что виноват сам Это настоящий и правдивый тест на силу Жидронос всегда справлялся с этим на отлично Необузданная мощь Савискоса Следует помнить, глядя на стронгменов, двигающих этот вес Этот снаряд принесли на сцену шесть человек Это поможет вам понять, насколько он тяжелый 700 килограмм 4 метра Билл, 700 килограмм Так Димитар Саватинов пристегнут Готов Кажется, он ожидал чего-то полегче Давай, Димитар, двигайся Осталось 18 секунд Последние 10 секунд Вперед Слишком тяжело для него Он просто ползет, пытаясь пройти вперед Последние секунды, давай Димитар одолел половину площадки Сможет ли следующий участник пройти дистанцию 4 метра Прозвучал свисток, началось Рост 205 сантиметров Это еще не конец Бьернсон бросается вперед Снова движется Давай, Хафтор 10 секунд Это было зрелище от могущественного Тора Какое возвращение Знаете, нужны особые люди В особом месте для того, чтобы это стало возможным Помню, ты как-то говорил о Брайане Шоу Это прекрасная идея Эволюция в спорте Двухметровый парень, который двигается как настоящий атлет Имеет достаточной силы для великолепного, высококлассного пауэрлифтинга Полный комплект Лидирует Брайан Шоу 25 очков Отстает на 2 очка Савискас Большой Зи Ходячая реклама Тяжелоатлетических поясов Кому нужен пресс, если есть пояс КАС Вот что я хочу сказать Сколько у тебя титулов? Все хотят быть похожи на Зи Ты это знаешь Он многократно выиграл все, что можно Семикратный чемпион Арнольда Шидруна Савискас На него можно положить тону Много денег не бывает Я знаю, Жека знает Банкнот не хватает Парни на слотах катают Азин на три топора с утра Поднял бабла А я вчера А я позавчера Переворачиваю пробки с детства Где мисс Чупа Кэпс Всем интересно Где наш жизнь взять в средства? Азин навел на мобиле Фрукты встали в линию Вывожу на киви А я на визу вывел Бабло в носках В трусах В туфлях Соберу свое в биткоинах А я в рублях Алло, братан А где поднять бабла? Азин на три топора Спасибо, мне пора Груза И конечно же он будет идти Я тоже, конечно, буду идти Противостояние между Шелл и Савискасом Длится на протяжении Последних шести-семи лет Кажется, он не испытывает дискомфорта Это поражает Немного наклонился вперед Последний рывок Давай, Джедрунос Немного наклонился вперед, Касс Он прекрасно справился Огромная мощь Ему было комфортно Джедрунос чертовски хороший соперник И всегда был наверху До сегодняшнего дня Когда наступает другая эра Он доминировал на Арнольде С момента его открытия Знаешь, 2000-й, 2003-й, 2004-й, 2005-й Он просто выигрывал И никто не мог соперничать с ним Давай, Брайан, вперед Это шанс для Шелл Диктовать свои правила остальным участникам Получить преимущество Которое сейчас составляет два очка И увеличит его на пятом этапе Аплодисменты Брайан Шелл из США Давай, Брайан Давай, Брайан, ты сможешь Давай, вперед Давай, Брайан, вперед Время пошло Пока все хорошо Брайан Шелл Просто порвал Йорк Легко Утренняя прогулка с собакой Прекрасно Плавная походка Действительно скала Боже мой, это было круто Я говорил тебе, 10 секунд Во многих видах спорта, которые мы так ценим в США Мы нередко видим проигрыши лучших команд Как в фильме «Каждое воскресенье» Как в бейсболе Надеемся на победу в будущем году Даже лучшая команда проигрывает много раз Это все просто и понятно Если проигрывает одиночка, значит его превзошел кто-то другой Ведь победителем может быть только один Когда я начал соревноваться, я точно знал, что должен сделать, чтобы победить И после становой тяги я был счастлив Потому что был здоров и готов к следующему этапу Две с половиной недели назад я пошел в спортзал И попробовал поднять очень тяжелый вес И травмировал мышцу Я приехал в Колумбус и посетил доктора У меня нашли серьезную, но небольшую травму Я могу участвовать во всех соревнованиях, кроме становой тяги Но я хочу участвовать в становой тяге Я планировал занять пятое или шестое место в становой тяге Я занял шестое место Но самое главное, что я не травмировался снова Между нами с Брайаном разрыв в три очка Некоторые парни думают, боже, я проиграл соревнование А я верю, что в конце концов буду победителем Мы оба очень сильны духом Мы оба обычно допускаем мало ошибок Или не делаем их вообще И мы оба способны набирать обороты в решающие моменты и действовать Именно это делает нас конкурентами друг для друга Я думаю, он более спокоен, чем в прошлом году Не помню его очки за прошлый год, но помню, что отрыв был приличный Опережение на три балла перед последним этапом Переносом рамы Большое преимущество Это как вести с отрывом в 10 очков в баскетболе перед последней минутой Другая команда должна сделать много ошибок Брайан особенно хорош в переносе рамы Этот этап Он проходил на Арнольд Классик каждый год Человек, фактически придумавший этапы, стронгмен, здесь Я собираюсь перехватить его на бегу Это доктор Терри Тодд Терри, говоря на чистоту Действительно, этот этап серьезнее, чем другие Этот финальный этап Арнольд Классик Он проверяет силу тела комплексно Ты должен перенести 500 килограмм Взойти на бандус, держа это в своих руках Запускайте секундомеры, народ Теперь он знает, что должен сделать Вы не представляете, как много поставлено на карту для этих парней Слава, деньги Это очень большие деньги Это самый большой приз среди турниров Он действующий чемпион турнира Мы в процессе Он выбрал свой темп Вперед, Брайан Сила 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 шоу Его время 18,62 секунды Только один путь к победе Не просто обыграть Брайана А быть номером один на этом этапе И надеяться, что и другие Опередят Брайана Это возможно, но ограничить с невозможным Необходимо как минимум три, возможно четыре человека Которые опередят Брайана И Жидрунес должен выиграть Есть три парня, способные опередить его Он двигается Это происходит Давай, Хафтер Давай, Хафтер Вперед У тебя получится Да Да Виталтас Давай, Виталтас Так держать Так держать, Виталтас Давай Вперед И Матеуш Не урони его Так держать Да Остался большой зверь Его дело прошло сквозь муки Знаешь что, Билл? Я скажу тебе кое-что важное Всего три очка разделяет Жидрунеса и Шоу, который лидирует Это последний этап У Жидрунеса большие шансы заработать титул в восьмой раз Если он пройдет за 14 или меньше секунд Он определенно об этом знает Прямо сейчас решается судьба титула Победит Шоу Или Жидрунес вернет его себе Если кто-то это и может То лишь человек, завоевавший уже семь титулов Арнольда Победитель Получит все Говорят, что он самый сильный человек в истории Мы начинаем Пока все хорошо И... Он победитель Мне не нужно было смотреть на часы Жидрунес Жидрунес Савискас Леди джентльмены Ровно 13 секунд Жидрунес Поздравляю Что чувствует победитель? Спасибо Непередаваемые чувства Я выиграл восьмой раз Я проделал сложный путь Классная работа Но как ты взбежал на этот пандус? Я люблю этот этап Потому что когда в 2003-м я выиграл Арнольд Классик впервые Я был на этом же этапе Поздравляю Спасибо Фантастика Поаплодируйте ему Всем Фантастика Поздравляю 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 Глядя на Брайана я говорил, что он уверен в себе Он верил, что уже завоевал этот титул Тяжело было на это смотреть Потому что Все, что ему нужно было сделать Пройти Возглавить четверку И выиграть Для Брайана в этом вся жизнь Не победить в состязаниях, если тренировался весь год Это очень обидно Жидрунес держал титул победителя Я знал, что он защитит его Думаю, что был способен на большее Вернусь домой и буду тренироваться больше Сделай все, что смогу на следующих соревнованиях Я был немного напуган Но В глубине души Я верил, что я выиграю Так и получилось Я выиграл Ты должен бороться до конца И всегда Верить Верить в себя Я делаю это для своей страны Друзей Семьи Если твоя цель просто Быть чемпионом Возможно, ты выиграешь пару раз Но не сможешь выиграть десять раз Для этого нужно намного больше Когда они приходят на Арнольд Классик Их чествуют Они личности Они особенные Это одна из самых больших радостей для меня Быть на Арнольд Классик И встречаться с разными атлетами Но особенно с победителями турнира Самый сильный человек мира Это братство, понимаешь? Мы как современные гладиаторы И мы надеемся, что другой человек сделает больше Чем сделали мы И мы сможем увидеть что-то восхитительное Арнольд Классик Арнольд Классик Соревнования проводятся на шести континентах Арнольд Классик 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 В соревновании день Хаффтер установил новый рекорд. Он побил свой собственный мировой рекорд в бросании груза через планку. Он выиграл три следующих соревнования Арнольд Струнгман в Австралии, Южной Америке, Африке. Внимание всем игровым! Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. У Брайана и Кири через месяц после соревнований родился ребенок. Через семь месяцев после Арнольд Классик. Эдди попробовал поднять невозможные 500 килограмм становые тяги. Руки вверх, лейцарина! Начинаем! Эдди! 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 Продолжаем! Леди и джентльмены! Да! Эдди взял вес в полтонны! 500 килограмм! Оторвал от пола! 500 килограмм! Вес взял! 500 килограмм! Уже не миф! Аплодисменты для жены Эдди! Особенный момент для семьи Холл! Знаешь, зачем мы это делаем? Зачем поднимаем вес? Это человеческая природа. Хочешь доказать, что ты альфа-самец? Кто может поднять наибольший вес? Кто самый сильный? Это история. Это часть большой истории. Насчитывающий тысячи и миллионы лет, я уверен. И поэтому мы это делаем. Это ответ на вопрос об альфа-самце. Эдди в конце концов выиграл титул самого сильного человека планеты. На следующий день он отошел от дел. После почти двух лет реабилитации Жедрунос Савицкас наконец здоров. Сильнейший человек в истории снова вернулся на Арнольд Стронгман Классик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...